С абсурдной ситуацией столкнулись жители дома номер 17Б на улице Первомайская. Несколько лет назад двухэтажную деревяшку обшили сайдингом. А вот о крыше строители, кажется, забыли. Шифер прогнил настолько, что уже не защищает от протечек. Дождевая вода просачивается в подъезды и даже квартиры. Переписка с различными инстанциями ни к чему не привела. Известно только одно – ремонт кровли запланирован на 2025 год. Собственники опасаются – после очередного ливня потолки могут запросто рухнуть. Случай уже был. Подробности прямо сейчас. Об очередном потопе Федор Семяшкин вспоминает неохотно. Грустно думать об испорченном ремонте. Квартиру купил всего шесть лет назад. Мужчина и не предполагал, что столкнется с такой вот проблемой. Дождь теперь – настоящее испытание на прочность в буквальном смысле. Вот здесь через это слуховое окно все течет сюда. Выношу из дома детские ванны, ставлю здесь все, чтобы не протекало. А оно все равно сочится все сюда, с ветром, когда дует. И дождь все с ветром. Все здесь льется, как ручом все течет. Течет не только на чердаке, но и в подъездах. Желтые на белой штукатурке пятна – последствия ветхой кровли. О том, что она нуждается в срочном капитальном ремонте, жители дома говорят уже несколько лет. Впрочем, пустую. Ответственные лица, по словам собственников, не реагируют на просьбы о помощи. 1-го майская, 17-Б – не единственный в квартале дом, крыша которого вызывает опасения. У четырех из семи деревяшек кровли в свое время обновили. А вот на остальные строения, кажется, денег не хватило. Шутят жильцы. Удивились, почему у четырех домов в нашем квартале сделали крыши, а наши три дома остались так. Протекающая крыша – отнюдь не единственная проблема в доме. Десять лет назад строители заменили венцы, то есть обновили фасад жилого строения. Люди обрадовались, мол, в квартирах станет еще теплее. Не тут-то было. Очень холодный стал. Раньше мы проблем не знали. Тепло, полы теплые были. Но ветров он боялся с самого сразу, потому что открытое место, все. Просто меняли их венцы нижние. Упал черный пол. Стало холодно очень. Собственники уверены, рабочие нарушили технологию. Даже делали строителям замечания. Тщетно. На днях по просьбе жильцов деревянный дом 83-го года постройки обследовала специальная комиссия. Проверка должна показать общий износ здания и, конечно, состояние крыши. С полученными результатами депутат городского совета Анна Булатова, она помогает собственникам решить их проблемы, намерена обратиться в фонд реформирования ЖКХ, чтобы в ведомстве пересмотрели сроки выполнения капитального ремонтостроения. Он запланирован лишь на 25-й год. В этом году уже заложена смета на ремонт домов. Я думаю, что хотя бы 19-й год постараться. Тем более все ремонты проходят через аукционы. Средства, понятно, что чаще всего остаются. И постараться, чтобы эти деньги целенаправленно пустили именно на этот дом. Вот с каким предложением, вопросом и проблемой, и бедой обращаемся вместе с жителями. Жильцы тем временем опасаются. Не за горами сезон дожди. Очередной ливень может спровоцировать частичное обрушение потолка. Прецеденты уже были. Когда дождь у нас восток, северо-восток, с ливнем нас заливало. И через эти слуховые окна заливало у нас в подъезде. Штукаторка соседа чуть не убила. Прошел только шаг сделал и сзади рухнула штукаторка.